Итак, в прошлом видео мы с вами узнали, что есть такой метод RigidBodyAddForce и поговорили о том, как его надо вызывать в апдейте или в фиксд апдейте. В этом видео мы продолжим говорить про AddForce и расскажу про еще один параметр, который у него есть. Смотрите, когда вы пишете RigidBodyAddForce и ставите открывающую скобку, то Visual Studio, как обычно, бывает с методами, подсказывает вам, какие параметры этого метода вы можете использовать. И у этого метода есть четыре так называемых сигнатуры. Сигнатура – это то, в каком порядке и каких типов переменные вы можете указывать во скобках у этого класса. И мы с вами пользовались вот этой третьей сигнатурой, указывали просто три флота, которые соответствуют координатам. Также вы можете использовать вот этот первый вариант и просто написать сюда вектор. К примеру, то же самое, что написано здесь, можно сделать вот таким образом. Написать тут вектор 3Up – это вектор, который просто в мировых координатах направлен вверх. Умножаем на 300. Вот получится совершенно то же самое, что написано сверху. Но также, если мы посмотрим вторую сигнатуру, то он подсказывает нам, что можно также написать еще один параметр – ForceMode. И вот как раз про этот ForceMode мы сейчас и поговорим. То есть, пишем вначале величину силы, потом ставим запятую и указываем ForceMode. И есть четыре варианта этих модов. И по умолчанию, если вы вообще ничего не укажете, будет использоваться ForceMode.Force. Ну, давайте его сейчас выберем и посмотрим, какие проблемы могут быть с этим связаны. Я сейчас удалю вот эти варианты. И вот таким вот образом мы применяем к этому объекту силу. То есть, он будет прыгать вверх по нажатию на кнопку Space. Вот, нажимаем на пробел, и объект подпрыгивает. И при этом он всегда подпрыгивает ровно на одинаковую величину. Тут все хорошо. Но если мы увеличим массу этого объекта, там, например, сделаем его 3 килограмма, то уже та же самая сила поднимет этот объект гораздо на меньшую высоту. В общем-то, это логично. Но иногда это неудобно. То есть, иногда вы разрабатываете игру, у вас есть персонаж, и вы хотите в процессе игры менять массу этого персонажа, но при этом, чтобы высота прыжка у него оставалась одинаковая. И в таком случае можно использовать ForceMode Acceleration. Ускорение. Вот, давайте я сохраню и посмотрим, что получится. Вот, нажимаем пробел, он прыгает вот на такую высоту, делаем ему массу 100 килограмм. Вот, ничего и не изменилось, потому что мы задаем ему не силу, а сразу же ускорение. Вот я составил такую табличку, чтобы нам лучше было понимать, что эти ForceMode делают, и сейчас немного вспомним школьную физику. То есть, по умолчанию у нас используется вот этот первый мод, и мы задаем силу. Но чтобы рассчитать, какое ускорение приобретет это тело, вот, ускорение, нам нужно будет силу поделить на массу. И, соответственно, чем больше будет масса, тем меньше ускорение приобретет тело. И чтобы наш результат, как бы, физических расчетов не зависел от массы, мы вместо того, чтобы задавать силу, мы напрямую задаем этому объекту ускорение, и таким образом масса игнорируется. Вот, очень удобно. Следующий ForceMode, про который я хотел бы поговорить, это импульс. Давайте я пока что верну ForceMode на Force, как у нас есть по умолчанию, да, и мы посмотрим на один момент. Дело в том, что, чтобы понять, как изменится скорость тела, исходя из того, какая к нему переменена сила, нам недостаточно знать просто силу, нам нужно также знать момент времени, в течение которого эта сила действует. Вот, то есть сила, она действует не мгновенно, она действует на протяжении какого-то периода времени. Вот, и какой же момент времени у нас берется для действия силы, когда мы просто вот так вот по умолчанию применяем AddForce в режиме ForceModeForce. Этот промежуток времени – это FixedDeltaTime, который указывается у нас в Project Settings – Time, FixedTimeStep. Вот, мы про это уже говорили, то есть физика у нас рассчитывается 50 кадров в секунду, то есть каждые 0,02 секунды. И на самом деле вот этот параметр вы, в принципе, можете менять, то есть это не константа. Этот параметр можно менять там с помощью скрипта в процессе игры, либо, может быть, там посреди разработки вы вдруг решили, что точности расчета физики 0,02 вам недостаточно, и вы хотите 100 раз в секунду рассчитывать физику. И в зависимости от этого параметра, вот я сейчас нажимаю пробел, получается теперь при нажатии пробела у нас сила действует в течение 0,01 секунды. А если ставим 0,02, то она действует в течение 0,02 секунд. Соответственно, от подробности просчета физики у нас начинает очень сильно зависеть та скорость, которую получает тело, и это нехорошо. И чтобы решить эту проблему, и чтобы у вас результат никак не зависел от времени, мы можем задавать телу не силу, а импульс. Импульс – это сила умножить на время, то есть время уже сюда включено, мы напрямую задаем объекту импульс результирующий, и результат не зависит от времени. То есть просто меняем forceMod на импульс. Величина импульса уже измеряется в других единицах, поэтому он должен быть гораздо меньше, чем величина силы. Так что я домножу все это еще на 0,02 сейчас, чтобы примерно это все уравнять. Вот, и сейчас нажимаем на пробел, и вот наш объект прыгает. Меняем Time Step на какую-нибудь другую величину, 0,08. Вот он прыгает совершенно на такую же величину, независимо от Time Step. Так что если в вашей игре хоть где-нибудь Time Step меняется, то используйте forceMod Impulse. Но, кстати, надо сказать, что сейчас результат будет зависеть от массы. То есть если мы поставим массу 5 кг, то вот на совсем маленькую величину у нас этот объект подпрыгивает. И если вы хотите, чтобы он вообще ни от чего не зависел, ни от времени, ни от массы, то можно использовать последний forceMod Velocity Change. То есть скорость объекта – это такая величина, вот по этой формуле рассчитывается, да, она зависит как от массы, так и от времени действия вот этой силы. Но вы просто это все игнорируете и разом задаете просто скорость, независимо от того, какая масса объекта и какое время на него действует сила. Ну вот, теорию я вам объяснил, а дальше уже сами решайте, в какой ситуации конкретный forceMod использовать.